Кто ответит за трагедию на складе боеприпасов в Калиновке? Где были первые очаги взрывов и причастны ли к ним беспилотники? Об этом они только сегодня говорили на заседании парламентского комитета по нацбезопасности. Что нового рассказали и к каким выводам пришли, подробнее в следующем сюжете. Ни министра обороны Полторакани и начальника генштаба Муженко на заседании профильного комитета не было. Хотя главный пункт повестки дня – взрывы в Калиновке. Все вопросы депутата вобрушились на замминистра Игоря Павловского. Но конкретики он рассказал немного. Мол, работы по рассредоточению боеприпасов выполнен на 1-2%. А выделенные деньги на содержание складов до сих пор используют. В Калиновке с бюджета этого года было выделено 25 миллионов 537 тысяч гривен. В этом году. Как были потрачены 25 миллионов? Значит, 25 миллионов по Калиновке. И не только по Калиновке, а вопрос, что стояло по всем арсеналам. Будувание и завершение строительства, ремонт, сховищ. Если вы используете, то они будут еще проплачивать до конца этого бюджетного года. Факты поинтереснее прозвучали из уст главы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. По его словам, военные склады в Калиновке охраняли плохо, а сами воеприпасы хранились небрежно. По организации сохранения, то безопасность безопасности пожара и охраны сигнализации, Беликлея, это Мерседес, а Калиновка, это Гребатый Запорожье. Ну, если так сравнивать. Нема там ни видео, ни охраны сигнализации, которая стандартная уже давно в Збройных силах. Ни подходи, ни места охраны. Все, что мы смогли обойти, что еще не подрывается, и еще уже остыло. Это сховища, в которых сберегались боеприпасы, по 30 лет, которые не перекладывались в них. Они лежали на открытых площадках, а не на крыше, не накрыты никаким дамом. Эксперт также сообщил, существуют две главные версии причин трагедии, но их назовет следствие. После долгих дискуссий и перипетий, члены комитета решили обратиться к президенту Украины, чтобы уволить начальника генштаба Виктора Муженко. За такое решение проголосовали большинство депутатов. Воздражались двое. Ольга Теребинская, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер.